видео называется совет начинающим сувенирщику добрый день это видео будет полезно не только тем кто только что начинает свой путь сувенирном деле но и тем кто уже давно занимается этим начале хочу сделать небольшое объявление я начинаю записывать подробный видеокурс по изготовлению сувенирной продукции это будет отдельные ролики каждый из которых будет посвящен конкретной теме например как выбрать модель на что обратить внимание какой должен быть размер но и самое главное как и где ее продать ведь даже у тех людей то в совершенстве овладел технологии изготовления сувенирной продукции постоянно возникает вопрос где и как реализовывать свой товар на эти и многие другие вопросы я подробно отвечу свое видео курс как уже сказал курс будет состоять из отдельных роликов длина каждого ролика не более 30 минут каждое видео будет посвящено отдельной теме как выбрать модель как сделать силиконовую форму как отлить копилку как и чем красить и самое главное где и как ее продать каждое видео мы можно будет приобрести отдельно цена за каждое видео одна тысяча рублей ну а теперь о главном первый совет который хотелось бы дать всем кто хочет чем-то заниматься неважно копилки это будут или что-то другое любую информацию которую вы увидели услышали или прочитали пересмотрите перечитайте хотя бы три раза для чего это делать когда вы узнаете что-то новое в вашей голове усваивается всего 10 процентов от общего объема всей полезной информации когда второй раз пересматриваете перечитываете к этой информации что уже усвоилась добавляется еще 30 процентов а когда пересматриваете третий раз то мозг усваивает недостающую информацию это мой подход второй совет если вы в ю тубе увидели видео которое как показалось вам очень полезно и в нем много полезной и новой для вас информации не спешите в комментариях под видео задавать первый пришедший голову вам вопрос зайдите на канал посмотрите все оставшиеся видео и может быть именно там вы найдете в ответы на все интересующие вас вопросы а если не найдете то задайте все вопросы что вас интересует и и вы обязательно получите на них ответы совет 3 если вы уже пересмотрели все видео и на большую часть вопросов уже нашли ответы но еще осталась парочка начните делать и в процессе вопросы исчезнут сами мы в конце видео по традиции хочу ответить некоторые вопросы в комментариях буду отвечать в каждом видео на самые популярные вопросы самый популярный вопрос за неделю оказался почему я перешел на китайский силикон отвечу 90 процентов силикона в россии это китайский силикон зайцевский силикон и не исключение думаю я ответил на ваш вопрос при выборе силикона необходимо руководствоваться твердостью или жесткостью по шору если на вашей модели есть мелкие элементы то необходимо мягкий силикон если их нет то достаточно 25-30 единиц по шору для всех кому было полезно это видео и он узнал для себя что-то новое прошу поддержать видео лайком чтобы мотивировать меня записывать подробные и полезные видео для вас но я желаю удачи